в этом году в середине августа когда уже такие наблюдались достаточно прохладные ночи туманы роса и во многих местах прошли обильные дожди причем с таким похолоданием погоды в целом резко появилась вспышка основного заболевания которым болеют помидоры и картофель фитофтороз и в считанные дни у многих отдельные кусты или прямо практически все высаженные помидоры особенно к те кто при посадке рассады не применял очень эффективный надежный препарат привикур энерджи который защищает и от фитофторы помидоры значит они достаточно быстро сильно заболели заболевание началось с листья нижние листья покрылись такими темно бурыми пятнами и начали пол засыхать потом болезнь это переходит на стебли стебли покрываются вот такими коричневыми пятнами отдельными или полностью весь стебель может быть черным или темно-коричневым ну и дальше болезнь это быстро достаточно переходит на плоды и на созревающие и на зеленые вот здесь вот на кустах обратите внимание не только значит внизу большие помидоры которые вот уже начали созревать практически почти все поражены но и даже вот эти верхние завязи небольшие помидорчики тоже полностью поражены спасти такие кусты уже невозможно их нужно просто выдергивать участка и удалять ну а там где на кустах остались более-менее здоровые не пораженные помидоры я советую вот в этой ситуации сложившиеся все бурые ну почти созревшие или созревшие помидоры на кустах не оставлять все собираем и собираем вот эти помидоры зеленые вот на них пока признаков поражения фитофторы нет их в отдельной ящичке нужно сложить и где-то под навесом дать возможность им дозреть те помидоры зеленые на которые болезнь попала уже заражение и пока не видно они потом могут проявиться и заболеть сгнить уже в ящичках поэтому периодически нужно будет а собранные помидоры просматривать тщательно перебирать и все заболевшие там с небольшими пятнышками точками подозрительные помидоры удалять потому что эта болезнь очень быстро распространяется ну при контакте от одного помидора к другому переходит и заражает все вот таким образом можно будет защитить ну и спасти оставшиеся кусты не пораженные ну и зеленые помидоры потом у вас дозреют дома ну а после того как вы с участка удалите все пораженные кусты кусты на которых не полностью или незначительно помидоры были заражены соберете все спелые бурые и здоровые зеленые помидоры оставшиеся кусты и оставшиеся помидоры на них и вот в частности здесь вот обратить внимание добарау а это один из самых надежных сортов высокорослый очень урожайный и он кстати относительно устойчив к этой болезни то есть не поражается совсем или поражается гораздо позже чем другие сорта этим заболеванием для профилактики и защиты этих кустов и оставшись на них помидоров нужно обработать препаратом консента это новый очень эффективный фунгицид здесь два действующих вещества со стимулирующим эффектом роста и развития им проводим обработку по листьям 20 миллилитров на 5 литров воды и этим раствором вечером тщательно смачиваем все листья стараемся сверху и снизу все стебли так чтобы ну открытых необработанных участков не осталось если на кустах но таким этим препаратом обрабатываем такие средний поздние сорта которые в данный момент еще не созрели или после того как мы убрали с кустов красные и бурые помидоры ну а если у вас средние ранние сорта или помидоры активно сейчас созревают то эффективнее будет применить препарат привикур energy его значит наводим 30 миллилитров это половина флакона на 2 там или 4 ведра воды и где-то по 0 5 или по литру раствора выливаем под каждый куст он системный корнями будет подниматься по стеблю в листья как минимум две недели надежно стебли листья и помидоры защищать от этой болезни а из листьев плоды привикур energy не передвигается опасаться в этом не нужно поэтому у него срок ожидания всего 24 часа то есть сутки через сутки после обработки смело можно употреблять пищу и реализовывать помидоры ну и есть новый препарат бактериальный биологический скоробей у него срок ожидания вообще нет в его вещество действующих бактерий которые попав на листья на помидоры активно поедают возбудители болезни в частности фитофторы тем самым защищают наше растение от этого от от этого заболевания ну а более подробно всю информацию по возделыванию в частности от помидоров когда и как выращивать рассаду как и защищать от рытые болезни и как их защитить потом в дальнейшем во время роста в течение всего авиационного периода чем и как подкармливать можно узнать в моем новом справочнике 365 удачных дней садовода все здесь про помидоры вся информация есть что и самое главное когда в оптимальные сроки делать эти работы ну кроме помидоров здесь информация о всех остальных овощах которые мы выращиваем на участке и а всех плодово ягодных деревьях и кустарниках которые растут у нас на участках